Здравствуйте, дорогие телезрители! Представляем очередную программу «Актуальное интервью». И как вы, наверное, можете догадаться, сегодня мы с нашим собеседником поговорим о ситуации в Таджикистане. В этой среднеазиатской стране в последние дни разворачивается настоящая репрессия против легально действовавшей партии Исламского Возрождения Таджикистана. Накануне Генеральная прокуратура Республики объявила лидера данной партии подельника мятежного генерала Назарзады, который 16 сентября вместе с 11 сообщниками был убит правительственными силами. В свою очередь задержания членов партии Исламского Возрождения начались сразу же после завершения спецоперации в Раминском ущелье. И на данный момент 13 активных членов ПИФД находятся под стражей. И сейчас из Турции с нами на связь вышел Мухигин Кабери, которого власти намерены объявить в розыск по линии Интерпола. Как вы оцениваете ситуацию в Таджикистане и события, происходящие вокруг Партии Исламского Возрождения Таджикистана? Я думаю, что сейчас идет репрессия против руководства нашей партии, особенно членов политсовета партии и всех моих родных, близких родственников. Буквально сейчас, сегодня я получил информацию, что не только идет изъятие документов, но и заставляет людей, детей, женщин покидать те квартиры, которые они приобрели у нас. Сейчас мои родственники, даже не самые близкие родственники, но дальние родственники, их тоже заставляют покидать квартиры. Хотя они купили эти квартиры, это является их собственностью. Многие члены политсовета и приземлемой партии, они сейчас находятся под стражей. Я думаю, что власти Таджикистана использовали этот мятеж генерала Назару в воду для расправы над своими оппонентами, какими являются партии Исламского Возрождения. Хотя мы были конструктивной оппозицией и наша оппозиция известна всем, но поскольку у нас была сила, народ нас поддержал на выборах, и они никак не могли провоцировать нашу партию, наших членов на какие-то радикальные жесткие реакции и действия против властей. И даже мы не выходили на митинги, на демонстрации, и тем самым не давали никому повода для того, чтобы обвинить нас в радикализме, в экстремизме. Но тем не менее, этот очень удобный случай, я не знаю, кем был организован этот так называемый мятеж, тем не менее, они очень всесторонно и очень сильно используют этот момент для расправы над нашим партию. Сколько ваших соратников сейчас задержаны и каково их положение? Есть ли у адвокатов к ним доступ и какие именно обвинения предъявлены? На сегодняшний день, по той информации, которую мы располагаем, задержаны все члены полицовета, которые были в Душанбе и несколько членов президиума партии, активисты партии, 13 человек. Но это еще не говорит о том, что нет давлений на других членов партии. Документы изъяты, печат партии и оргтехника тоже изъяты. Но это нас не очень беспокоит. Нас беспокоит больше судьба людей, которые сейчас задержаны. К сожалению, мы не сможем сейчас быстро обеспечить всех адвокатами. И думаю, что очень сложно будет сейчас обеспечить всех адвокатами, поскольку в Таджикистане не каждый адвокат берется за такую работу. Всем известна судьба адвокатов Зайда Саидова. И поэтому я попросил членов партии, которые остались в Душанбе, обратиться в международные организации, в ОБСЕ, ООН, правозащитные международные организации, местные организации. Возможно, даже в посолствах, особенно в посолствах государств, гарантов мирного соглашения, для того, чтобы они, во-первых, обеспечили или помогли обеспечить адвокатами всех задержанных. Во-вторых, чтобы они предотвратили эти беззакония и репрессии над руководством, членами партии. К сожалению, сейчас идет давление не только на активистов и на руководство, идет давление на всех, кто поддерживал нас, сочувствовал. Так или иначе, был связан с партией или с конкретными людьми. Я уже сказал о том, какая ситуация сейчас вокруг наших родных, односельчан, близких родственников, те, которые имели к нам какое-то отношение, бизнес-сотрудничество или родственные отношения. Я призываю, пользуясь этим случаем, призываю власти Татистана оставить в сторону эмоций, предельно соблюдать законы страны, обеспечить права граждан, в том числе членов нашей партии. И я понимаю, что оперативники и представители силовых структур, они получили приказ, но не надо заявлять, что все-таки они представляют государство, а не какое-то банформирование и захват чужого имущества, поголовный арест всех членов полицовета. Я обвиню всех в том, что они были частью какого-то мнимого заговора. Это, думаю, что в 21 веке и антизаконно, и антигуманно, и аморально. Поэтому я призываю, чтобы они воздержались в дальнейшем беззаконии, который сейчас творится в отношении членов нашей партии и родственных. В заявлении генпрокуратуры говорится, что члены полицовета партии пытались сбежать из Таджикистана. Чего опасались ваши соратники? Кто-то из них хотел выехать из страны. Например, первый заместитель председателя партии Саиду Маркуса Айни, Рахматлор Раджаб, председатель партийной организации по районам республиканского подчинения. Но они не покидали страну из-за того, что они в чем-то виновны. Когда их начали вызывать по разным инстанциям, МВД, спецслужбы, службы безопасности, и каждый день на них давили, естественно, родственники попросили их, чтобы они покинули страну, чтобы избежать этих давлений. Но надо сказать, что большинство из них были арестованы дома, не при попытке покинуть страну. Всех взяли дома, в том числе и женщин, Зарапо, Рахмонова, член полицовета. И никто из них не собирался покидать страну. Естественно, если даже они почувствовали какую-то угрозу, что они могут быть какие-то расправлены над ними, потому что давление на партию идет уже не один год. И все понимали, что власти, возможно, будут использовать этот момент для того, чтобы обвинить партию в каких-то незаконных действиях. Но вы сами помните, что еще до этих событий сколько было видеороликов, сколько материалов, сколько арестов, задержаний и закрытий офисов по отношению к партии, не имея никаких поводов и не имея никаких фактов и аргументов. Тем более, когда было совершено такое незаконное действие со стороны отдельных военнослужащих, которые подчинялись непосредственно правительству, а не исламской партии, то, естественно, руки у них развязаны. И люди по опыту знают, что может с ним случиться. Поэтому, возможно, даже кто-то прислушивался к мнению родственников, близких, хотел покинуть страну. Но это были единичные случаи. Даже, возможно, они собирались покидать страну по каким-то частным делам или по каким-то бизнес-делам. Поэтому обвинение в том, что они все собирались покинуть страну, и поэтому они подозреваются в каких-то незаконных действиях, я думаю, что это просто выдумка. И никто не имеет права только на основе того, что кто-то хотел покинуть страну, завести уголовное дело и арестовать людей. Сейчас, по официальным данным, власти задержали 13 членов полицовета партии. И пока официально им не предъявлено обвинение. Так вот, некоторые эксперты предполагают, что задержанные будут служить заложниками в руках правительства для того, чтобы пойти с вами на переговоры и обменять их на вас. Не поступали ли из Таджикистана подобные предложения? Нет, пока никто ко мне не обратился. Кстати, хочу сказать одну вещь и поблагодарить всех членов полицовета партии за их мужество, за их терпение. Если вы помните, когда я собирался вернуться в страну, именно члены полицовета на своем заседании приняли решение и рекомендовали меня не возвращаться на родину. Таким образом, они спасли меня и сами сейчас остались в заложниках. Это действия и поступки этих людей заслуживают всякого уважения. И я считаю, что они поступили очень мужественно. Теперь моя задача, задача тех людей, которые остались внутри страны и на свободе, также и которые выехали в страну, помочь этим людям. Я не думаю, что если я вернусь в страну в данный момент, чем-то смогу им помочь. Может быть, даже им будет хуже, потому что, скорее всего, они сейчас страдают из-за меня. Ведь власти не смогли все это время как бы с этими провокациями вызвать нашу реакцию и затащить нас в какие-то свои дела, провокации. Вот и думаю, что мстят кое-кто. Я, конечно, не собираюсь обвинять всю власть. Власть достаточно широкое понятие. И там много людей работают. И большинство из них, я их прекрасно знаю, и по работе, и общались. Они очень порядочные люди, любят страну, любят свой народ. И им тоже очень неудобно, нехорошо то, что сейчас происходит в нашей стране. И каким образом наша страна, наше государство управляет. Но там есть люди, которые заинтересованы в том, что всегда Таджиастан был в конфликте, и всегда была нужда в их. Они понимают, что если будет спокойная, стабильная страна, развивающаяся, тогда страна будет нуждаться в умных, креативных, и людей, которые смотрят на жизнь по-новому. А этих людей, которые они всегда готовят только к войне и к острым ситуациям, у них не будет необходимости. Поэтому они заинтересованы, что всегда в стране будет какой-то конфликте. Вы помните, что мы обратились к государственным гарантам, к ООН и другим государствам, которые в свое время обеспечили или помогли Таджикам обеспечить мир. И они были гарантами воплощения и реализации общего соглашения. Мы их попросили, чтобы они помогли нам еще раз вернуть страну в мирное русло, потому что идет сильнейшее давление на одну сторону мира, и власть делает все для того, чтобы ликвидировать другую сторону. Были реакции со стороны нескольких Евросоюза, была реакция, были реакции, не письменные, но по дипломатическим каналам были реакции со стороны других государств региона. Но надо отметить, что сейчас международный фон, международная ситуация как раз позволяет авторитарным государством вести себя очень безнаказанно по отношению к своей оппозиции, особо если оппозиция носит исламское название, и государство, оно мусульманское. Потому что есть общий мировой тренд борьбы с экстремизмом и терроризмом, который связан с исламом. Это Ближний Восток, ИГИЛ и Афганистан. Естественно, под этот шумок или под флагом борьбы с экстремизмом многие хотят расправиться со своей оппозицией. И вряд ли дипломаты, особенно западные дипломаты, они понимают эти детали. Они не смогут различать, где грант между исламским терроризмом или вообще терроризмом, и умеренными исламскими группами, политическими партиями. А что касается государства региона, Центральной Азии, ОДКБ, ШОС, мы все понимаем, что этот регион, к сожалению, имеет свои проблемы, эти государства имеют свои приоритеты. И им никогда в вопросе права человека, демократизация и соблюдение законов особо не волновало. На первый план всегда у них была безопасность, стабильность. Неважно, кто управляет, каким образом управляет. Да и у них практически такие же проблемы. Поэтому на сегодняшний день ожидать от кого-либо помощь таджикскому народу, особенно оппозиционным партиям, было бы нереально. Но, тем не менее, мы должны выполнять свой долг, свою миссию, обратиться к ним еще раз, объяснить, в чем проблема. И если не предпринимать какие-то быстрые реальные шаги, то я боюсь, что репрессии будут еще продолжаться. И ситуация с правами человека, ситуация с политическими партиями, в частности, с нашей партией, будет очень печальной. Теперь подробнее о ваших спокойным генералам связи. В каких отношениях вы были с ним? Имели ли вы контакты с ним после отъезда из Таджикистана? Правда ли, что Назарзада был своеобразным каналом связи между вами и властью? Если да, то какого рода сообщения вы получали через него? Да, мы были знакомы еще в годы моей работы в комиссии по национальному примирению. Он тогда был командиром 25-го батальона и отвечал за безопасность сотрудников и членов комиссии. Позже мы жили в одном доме, потом он переехал в другое место, я чуть позже переехал. И мы тогда почаще общались, но после того, как он стал замминистром, даже мы редко встречались на каких-то мероприятиях у общих знакомых друзей. И он занимал очень проправительственную позицию. И до сих пор мне самому неизвестно мотивы его действий. То ли он защищался, оборонялся, или у него были какие-то другие проблемы, почему он так поступил. На эти вопросы можно отвечать только независимые и объективные расследования, а не так, как сейчас говорится в этих заявлениях. И генерал Назар Зода, я помню, что после выборов 2010 года, когда объявили результаты в выборах, и наши партии дали только 7-8% голосов, тогда все знали, в том числе международные наблюдатели, все вместе наблюдатели, что голоса партии были намного больше. И на общем собрании партии многие члены партии тогда предлагали, чтобы мы должны организовать митинг, выйти на улицы. Я объяснял им, почему этого не надо делать. И как раз в это время, вот то, что вы говорите, что генерал Назар Зода сыграл какую-то роль в отношениях между нами и властями, он позвонил и сказал, чтобы, я не знаю, на каком уровне все это было сказано, ну, скорее всего, на уровне тогдашнего министра обороны, Ширали Хайрулоева, что попросили, чтобы этого не делать, потому что силовые структуры могут использовать оружие против митингующих, и при этом не будут смотреть ни на закон, ни на чего. Это был единственный раз, когда генерал Назар Зода, тогда еще Назаров, он как бы передал нам мнение властей. Я еще раз повторюсь, какие власти полят имени министра или других силовых структур, я не знаю. Но я ему отвечал тогда, что будьте спокойны, никто не собирается выйти на улицу. Да, есть такие мнения, есть молодежь очень эмоциональна, потому что голоса украдены, права нарушены, выборы были недемократичными, но руководство партии понимает, в какой стране мы живем, и никто не собирается подставлять людей выйти на улицу, чтобы они попали под пули. Это был единственный раз, я не знаю, можно ли назвать это посредством генерала Назар Зода, но больше никогда он не играл в такую роль. Что вы можете сказать об обвинении генпрокуратуры, которая объявила вас подельником Абдул-Халима Назар Зады? Да, я знаком с этими обвинениями, считаю их абсурдными, необоснованными и выдуманными. Просто не может человек, сидя за рубежом, еще 6 месяцев организовать, как говорится в этом заявлении генпрокуратуры, 20 вооруженных групп с какими-то целями. Тем более, что генерал Назар Зода, мы не общались с ним давно уже, может быть, еще задолго до моего выезда, поскольку я был занят выборами. И он-то перестал в последние годы, после того, как стал замминистром обороны, общаться не только со мной, но и с многими членами и дистанцировался от партии, от политики, от всего, от бывших знакомых. Просто абсурдно, когда говорится, что человек, сидя за рубежом, организовал такие вещи для того, чтобы организовать, как говорится в этом заявлении, заговор или почили мятеж, наверное, необходимы какие-то ресурсы. Главное, человек должен быть находиться там. Просто физически это невозможно. Тем более, что все знают мои взгляды, мои подходы к политике и как я смотрю на решение вопросов. Если бы наша партия, она была заинтересована в таких действиях, мы никогда бы не подписали мирные соглашения и не разоружили тысячи бойцов и сдали бы оружие. И у нас была возможность выйти даже на митинги, на демонстрации. Тем не менее, никогда наша партия на эти действия, радикальные действия не пошла. Поэтому обвинять нас, нашу партию в каких-то заговорах и незаконных действиях, более того, вооруженного характера, это минимум аморально и незаконный и абсурдный. Не считаете ли вы, что прошедший 15 сентября в Душанбе саммит ОДКБ повлиял на решимость властей Таджикистана, разгрома оппозиции? Может, президенты стран ОДКБ поддержали Рахмона в его намерении? Да, сразу же после саммита наших активистов арестовали и у многих экспертов возникло такое мнение, что, возможно, этот вопрос и обсуждался в саммите. Власти Таджикистана получили прямо или косвенно согласие своих коллег, лидеров ОДКБ для ареста или, скажем так, более жестких мер против нашей партии. Все-таки, я надеюсь, что это не так, потому что во всех государствах регионов, в том числе и в России, в Казахстане, в Киргизстане знают нашу партию и воспринимают ее как умеренную политическую партию. И многие дипломаты, многие эксперты из этих государств как раз все время говорили позитивно о нашей партии. Но этот вопрос не исключен этот момент, поскольку к сожалению, до саммита ОДКБ произошли эти печальные события, и оно скорее всего будет влиять на настроение, на позицию лидеров государств, членов ОДКБ. И если они поверили или, скажем так, прислушались к позиции или мнению или к версии таджишских властей, то возможно, они не стали рекомендовать таджишским властьям, чтобы избегать жестких мер. Все-таки страны региона известны своим поведением по отношению к оппозиции и достаточно много проблем и в других государствах. Но все-таки я думаю, что эти арести это скорее всего инициатива самих властей Таджикистана и мы очень надеемся, что другие государства региона, прежде всего Россия, Казахстан, они будут влиять на ситуацию и объяснить таджишским властям, что жесткие меры они неоправданы и они могут вызвать обратную реакцию, они еще раз будут служить убедительным аргументом для радикальных групп и они будут обвинять и нас и властей в том, что только таким образом военными или насильственными методами можно бороться с властями у нас в регионе. Поэтому очень надеюсь, что это не так и государство региона члены ОДКБ не будут поддерживать репрессивные методы таджишских властей против нашей партии. Сегодня Генпрокуратура Таджикистана заявила, что объявит вас в розыск по линии Интерпола. Что вы намерены предпринять для своей безопасности и будете ли вы просить политического убежища в Турции? Да, я уже знаю об этом и таджишские власти давно искали поводы. Они, если помните, хотели открыть или, может быть, даже открыли уголовное дело по 15-летию давности. Яков неправильно переоформил свое имущество. И сейчас это еще один повод для них, чтобы объявить меня в международный розыск. все-таки Турция демократическое государство и я еще не собираюсь попросить политическое убежи у других государств. Но если ситуация будет ухудшаться и будет явная угроза для жизни и безопасности, то тогда возможно буду воспользоваться этой возможностью. кстати мне еще давно до этих событий сами турецкие власти сообщили о том, что есть угроза моей безопасности и они выделили охрану, которую я, честно говоря, редко пользуюсь. Но все-таки эти угрозы были еще до этих событий. я думаю, что международные сообщества, особенно демократические государства, они понимают, что в нашем регионе обвинят любого оппозиционера в преступности и заявить об этом как бы в Интерпол и объявить его международным преступником это обычное явление для нашего региона и не думаю, что они поддаются этим сфабрикованным делам. Но в условиях Таджикистана это может занимать буквально несколько минут, даже дней и любого человека могут объявить сумасшедшим преступником или террористом. Тем более, что сейчас такая обстановка и власти давно искали поводов. Правда, мы таких поводов им не давали, но воспользовавшись этой ситуацией, они могут пойти на такой шаг. Я думаю, что это будет очень неправильный шаг. Оно будет иметь последствия, потому что партия, которая уже 15 лет после примирения, даже почти 20 лет занималась политической деятельностью сугубо в рамках законов и всегда боролся против экстремизма и терроризма. Более того, мы сами получали угрозы со стороны экстремистов и радикалов объявить такую партию экстремистскую или террористическую это абсурдно. Очень надеюсь, что этого не будет, даже если и сделают, то международные сообщества, которые хорошо знают нашу партию, и в том числе у нас в регионе, они не будут серьезно относиться к этому. Но, тем не менее, это будет иметь огромный... И напоследок, что бы вы хотели сказать вашим соратникам и единомышленникам в Таджикистане? Во-первых, я хотел бы их поблагодарить за поддержку, за ту работу, которую они все время провели с нами, за мужество, за стойкость. Многие из них, несмотря на все сложности, не пошли против своих ценностей и идеалов. Даже те, которые под давлением подписывали чего-либо или заявили о чем-то. Мы не только их понимаем, мы даже считаем, что, возможно, они тоже правильно поступили, таким образом сохранив и свою свободу, и жизнь, и имущество. Все-таки мы доказали за последние 15-20 лет, что мы были и остаемся частью таджикского народа. Мы вышли из народа и работали ради народа. как и будем дальше работать. И я бы попросил наших членов, наших сторонников, чтобы они были предельно осторожными. Они, понимая ситуацию, не должны рисковать своей жизнью, своей свободой и своим имуществом, своими близкими. и если уж так получилось, что мы не можем работать сейчас в Таджикистане, или нас запретят, или просто физически не можем, не надо будет заниматься политической деятельностью от имени партии. Если будет возможность заниматься политикой в рамках законов страны, в составе других партий, в составе других организаций, или вообще можем заниматься политикой в какое-то время. И главное, чтобы они сохранили свою жизнь, свободу и свое имущество. Что касается нас, те, которые находятся за рубежом, естественно, будем помочь им работать во благо родине, будем избегать всяких провокационных ситуаций, как было и раньше. И никогда, независимо от того, что будут говорить про нас, мы никогда не будем менять свою генеральную линию, это умеренность, законность, демократичность и работа во благо народа, народов Таджикистана и таджикского народа. Спасибо за интервью. Мы будем следить за судьбой партии Исламского Возрождения. Надеемся, что здравый рассудок возьмет верх и в Таджикистане снова воцарится политическая стабильность. И на этом мы прощаемся с вами. До свидания. Субтитры 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 Субтитры